В то время, пока у соседей на севере и в Сибири бушуют пожары, Свердловский спасатель соревнуется за звание лучшего лесного пожарного. Главное мастерство стражей в этом деле – как можно меньше пролить воды впустую, когда под тобой пни, а сверху наклонные бревна. Тяжело в учении и легко в лесу, убедился Дмитрий Сгагин. Не капли мимо. Из мини-бронспойта пожарный метит в банку, представляя, что это огонь. Со стороны кажется чистой водоигрой, однако участники конкурса отнюдь не переливают из пустого в порожнее. Все испытания максимально приближены к реальности. Вот спасатели пробираются с полным ранцем через бурелом. Здесь прыгают по пням, при этом торопятся, как на пожар. Одним из самых интересных этапов на данном конкурсе является работа с пилой. В нем пожарному нужно отпилить три отрезка, что имитирует настоящий спил дерева прямо в лесу. Те, кто стоят на страже лесов в опасный период, преодолевают препятствия не только ради победы. Так их готовят к настоящим пожарам. Как говорится, тяжело в учении, легко в лесу. Когда идут к пожару или тушат его, то есть расчищают полосы, идут также по пенькам, по качке. Все, когда доходят до пожара, они всегда же приехали, пожар, вот асфальт, вот пожар. Нет, да и к нему надо иногда попасть за несколько километров. Противопожарные приемы спасателям нужны как никогда. Нынешнее лето задало сотрудникам МЧС жару. Особый режим действует в 12 округах Свердловской области. Только за последние сутки в регионе случилось 4 возгорания. Но благодаря усилиям огнеборцев, три из них уже потушены. Чтобы лишний раз не трудиться в поте лица, инспекторы сейчас дозором обходят свои леса. Знаете, как вести себя обычно в период сухой жаркой погоды? Да, относительно, да. Относительно имеется в виду по пожарной безопасности? То, что нельзя разводить костры? Да, не знаю. В Центральном парке Екатеринбурга отдыхающие попадаются подкованные. Знают, что сейчас с огнем шутки плохи. Но им все равно на всякий пожарный выдали памятки с правилами нахождения в лесу и номерами службы. Такие мероприятия дают положительные эффекты в плане того, что народ хотя бы уже знает то, что нельзя. Они знают изначально, может быть, но не все. Они все забывают, как правило. Это лишнее напоминание, чтобы народ поддерживал этих правил, бегу к лесу от пожаров. Напоминать людям прописные истины спасатели и лесничие не устают. Ведь неосторожность светловчан по-прежнему остается главной причиной природных пожаров. Дмитрий Изгагин, Евгений Трабышевский. Главные новости Екатеринбурга.